Всем привет, уважаемые подписчики. С вами Дмитрий. Сегодня я расскажу, как работать с отдельными компонентами изображения, а именно рендер пассами. Я буду использовать Blender 2.92 и Blackmagic Fusion 17. Урок ориентирован для начинающих, тех, кто только начинает заниматься композингом. Буду очень рад, если опытный пользователь найдет для себя полезную информацию. Рассмотрим, что же такое рендер пассы и для чего их нужно использовать. Изображение, полученное в результате рендеринга, содержит множество полезной графической информации, с которой можно работать. Для того, чтобы в окне viewport посмотреть нужный пасс, необходимо запустить движок Cycles и в вкладке viewport shading выбрать любой интересующий пасс. Рассмотрим основные и часто используемые компоненты, с которыми будем работать. В разделе General находятся следующие пассы. Combined. Это готовый пасс со всеми компонентами или то, как Cycles представляет изображение. Emission. Здесь будет собрана вся информация о материалах, в которых есть свойства emit light. В моем примере нет видимых источников освещения, поэтому цвет фона будет черный. Background. Рендерится фон. Например, HDR карта. В моем примере цвет фона черный, так как в настройках окружения выключена функция отображения в камере. Следующий и последний рендер пасс в разделе General это Ambient Occlusion или пасс с информацией о самозатенении объектов. Кстати, он легко настраивается в окне World Properties, раздел Ambient Occlusion, Parameter Distance. Чем меньше значение, тем менее, видимо будет затенение. На практике можно использовать два параметра. Например, с малым и более высоким значением. В дальнейшем комбинировать их для получения большей глубины объема. Как вы наверное заметили, из всех представленных пассов в Combined, цвет фона представлен с шахматной структурой. В то время, как все остальные рендер пассы представлены с черным фоном. Шахматный фон говорит о том, что у меня в настройках включена прозрачность. Так как пасс Combined выводим готовое изображение, именно к нему применяется активация прозрачности. Все остальные базовые рендер пассы всегда содержат черный фон. Следующий, один из самых больших разделов в пассах это Light. Как правило, основная работа ведется именно здесь. Пассы разделяются по типу направленного, ненаправленного и базового цветов. К компонентам данного раздела Diffuse относятся такие свойства материала, как Base Color, Subsurface, подповерхностное рассеивание. Diffuse Direct содержит в себе информацию об освещении, полученных в результате воздействия источников освещения или HDR карт. Diffuse Direct формируется исходя из взаимодействия объектов и их материалов. Если Diffuse Direct формируется от первого испускаемого луча источника освещения или HDR карты, то Diffuse Direct получает информацию о распространении света и материала после вторичного и последующих направлений луча. Чем большее значение Diffuse выставлено в настройках, тем больше информации о смешивании цветов будет в пассе Diffuse Direct. Diffuse Color содержит информацию о цвете материала. Здесь речь идет о канале цвета. В дальнейшем, с помощью данного пасса можно легко поменять цвета материалов. Рендер пассы Glossy имеют похожий принцип работы. Здесь речь идет о типах отражений. К ним относятся такие свойства материала, как Metallic, Specular и Clearcoat. Их формирование происходит подобно Diffuse. В моем примере есть небольшой объект, который содержит материал жидкости. Пасс с Transmission Direct у меня пустой. А вот Transmission Direct содержит всю информацию о цвете преломления. Transmission Color формирует цвет материала. Принцип работы здесь очень похожий с предыдущими. На заметку. Viewport Shading предлагает не все доступные пассы. Поэтому, чтобы увидеть полный список, необходимо перейти во вкладку Render Passes и активировать нужный. Далее нужно отрендерить изображение. Чтобы сохранить необходимые рендер пасса, переходим в вкладку View Layer Properties и включаем нужные. В моем случае я активирую категорию Diffuse, Glossy и Transmission, исключив Direct, так как он не содержит информации. А также включу Ambient Occlusion. Так как я планирую отрендерить изображение с прозрачностью, в настройках рендера, в разделе Film, включаю Transparent. Переходим к следующему этапу организации рендер пассов и сохранения их в файл. Для работы я буду использовать единый файл EXR, в котором будет вся информация о пассах. Напомню, что при сохранении изображения в линейный формат, вся информация о Color Management теряется. Если вы используете Filmic или ACES, то информация сохранится в чистом виде без внесения цветокоррекции. Чтобы отрендерить все объекты, добавлю ноду Render Layers и выберу слой All. В моем случае это рендеринг всех объектов без исключения. Сразу же отобразится список всех пассов, которые мы выбрали ранее. Теперь выделю ноду Render Layers и Composite и нажму F, чтобы соединить их. Для удобства создам новую ноду для того, чтобы соединить все пассы в один файл. Чтобы все доступные рендер пассы сохранились в один файл, нужно выбрать EXR с поддержкой слоев. Я использую прозрачность, поэтому включаю RGBA. Так как у меня нет очень больших значений яркости пикселя, я буду использовать Float Half. Добавляем компоненты в ноду FileOutput. Присваиваем типы друг напротив друга. Чтобы не тратить время, я добавил именно пассов. Далее просто перетаскиваем нужный пасс и совмещаем его с пассом в ноде FileOutput. Проделываем это для каждого рендер пасса. В Path ноды FileOutput выбираем путь, где будет сохранен файл. Чтобы отрендерить изображение с многослойным файлом в формате EXR, нажимаю EO12. Рассмотрим работу с рендер пассами Fusion. Я уже добавил исходный файл и разместил его в окне Notes. Чтобы просмотреть изображение, выделю исходник и перенесу его в окно viewport выше. Или нажму клавишу 1. Теперь для корректного отображения изображения, в линейном цвете нужно активировать филмик. Нажимаю на уконке LUT, тем самым включаю ее. В раскрывающемся списке выбираю Auxio Color Space View LUT и нажимаю Edit. В Auxio Config выбираю файл конфигурации, который находится в папке Blender. В качестве источника выбираю Linear и выхода Filmic sRGB. Теперь к viewport применяется Filmic. Давайте сравним варианты без и с цветокоррекцией Filmic. В настройках исходника в вкладке Format, нажимаю на стрелку рядом с Channels. Нам потребуются каналы красный, зеленый, синий и альфа. К каждому каналу присваивается компонент слоя Render Paths. Давайте попробуем изменить Path Ambient Occlusion на финальную картинку. Напротив компонента Red меняю канал Ambient Occlusion Red на Image Red. И то же самое проделываю для остальных каналов. Для альфа канала меняю Ambient Occlusion Alpha на Alpha V. После этого в viewport появится прозрачность. Сразу же возникает вопрос, как вывести рендер пассы в viewport и начать работать с ними. По идее можно продублировать ноду, исходник и руками выбрать каждый рендер пасс. Но я хотел бы предложить более простой способ использовать готовый скрипт, который разбивает исходник на готовые слои. Нам потребуется плагин под названием Reactor. Чуть ниже видео я разместил ссылку к плагину инструкции по его установке. Просто перетащите скачанный файл Reactor в интерфейс Fusion и нажмите Install and Launch. После установки скрипта появится отдельный раздел в меню под названием Reactor. Открываем реактор и в строке поиска вводим HOS. Чтобы активировать скрипт, нужно включить галочку напротив HOS Split XR Ultra. Далее нажать на кнопку Install. У меня уже установлен данный скрипт, поэтому кнопка недоступна. После этого Fusion попросит перезагрузиться. Чтобы воспользоваться скриптом, выделяю исходное изображение и применяю скрипт. Не обращайте внимания на мерцающий текст в всплывающем меню. В качестве расположения слоев я выбрал горизонтальный вариант. Как мы видим, скрипт отлично справился с работой и сэкономил время. Попробуйте перетащить любой из рендер пассов в окно ее порта. Теперь я хочу привести в порядок свое рабочее пространство. Я отделю каждые компоненты друг от друга. Для большей аккуратности я активирую привязку нот к сетке. Перед тем, как соединить все слои в единое изображение, нужно понять, какие режимы смешивания нужно применять каждому рендер пассу. Добавлю ноту Merge и присоединю к ней в качестве фона Diffuse Direct. Diffuse Direct вынесу на передний план. Желтая стрелка отображается как фон, зеленая как передний план. В данном случае последовательность не важна, так как я применяю режим смешивания Add. В настройках ноты Merge выставляю значение AlphaGain на 0. Давайте посмотрим, что получилось. Перетаскиваем ноту Merge в окно Viewport и видим результат смешивания двух слоев. С помощью параметра Blend можно регулировать степень воздействия активного слоя, то есть Diffuse Direct. Добавляю еще одну ноту Merge. В качестве фона применяю к ней связку Diffuse. А вот для переднего плана я буду использовать Diffuse Color. В качестве режима смешивания выбираем Multiply. Теперь разберемся что произошло. Вернемся к пассам Diffuse Direct и Indirect. Если поразумировать изображение, мы увидим рваные края. По умолчанию Fusion применяю сглаживание к изображению. Я предпочитаю это отключать. Все рендер пассы Direct и Indirect рендерятся с функцией UnpreMultiply, которая и дает вот такие рваные края. Даже после совмещения ноты Merge ничего не меняется. Теперь посмотрим Render Path Diffuse Color. Здесь ситуация иная. В каком-то смысле этот пасс выступает не только как источник цвета, но и альфа-канал, то есть он приумножает края, делая их сглаженными. Приумножение происходит за счет черного цвета. С Diffuse мы закончили. Теперь переходим к отражениям. Здесь последовательность действий такая же. Добавляю ноды Merge к пассам и выставляю режимы смешивания Add и Multiply. Для Transmission добавлю одну ноду Merge и поменяю режим смешивания на Multiply. Теперь все компоненты готовы для дальнейшей работы. Далее все очень просто. Нужно смешать все компоненты в режиме Add. Для того, чтобы смешать диффузию и отражения, я нажму на сером квадрате ноды Merge отражений. И перенесу его к такому же квадрату ноды Merge с диффузией. При такой последовательности отражения будут идти по fair диффузии. В настройках новой ноды Merge выставлю Alpha Gain на 0. Тоже самое я сделаю с пассом Transmission. Добавлю к финальному изображению пасс Ambient Occlusion. Размещу его на переднем плане с режимом смешивания Multiply. Чтобы изменить прозрачность пасса, я буду использовать параметр Blend. Последнее, о чем мне бы хотелось рассказать, как использовать альфа канал, чтобы поместить изображение на другой фон. В исходнике в качестве RGB я выставлю канал с альфа. Добавлю ноду, которая конвертирует изображение в маску. Раздел Mask Bitmap. И далее совмещу серый квадрат ноды Alpha к ноде Bitmap. Стрелка должна быть синего цвета. В настройках Bitmap в качестве источника выберу канал яркости. Добавлю ноду Background, предварительно выбрав цвет. Выставлю размер на 2800 пикселей. Это размер моего исходного изображения. Далее смешаю Background как фон с нашим изображением. Результат появится только после того, как мы применим маску. Я перенесу ноду Bitmap с маской к ноде Merge. Если отрендерить каждый объект с рендер пассами, можно получить полный контроль над изображением. В пассах с отражением можно дорисовывать и менять форму. С помощью масок можно скрывать ненужные участки. Главный плюс в нодовом компоузинге, это сохранение всех нод и их настроек. Если требуется что-то изменить или перерендерить, Fusion автоматически заменит старый файл на новый и применит к нему все настройки. А ведь сколько времени это сэкономит? Нравится ли вам тема компоузинга? Буду рад вашим комментариям. Если остались вопросы, с большим удовольствием постараюсь помочь. Напомню, у нас есть Telegram канал, где можно обсуждать мои уроки и все, что связано с компьютерной графикой. Буду рад вашим лайкам. Это мотивирует меня на создание нового контента. Всем пока!